Понимаете, мы сейчас, я боюсь, что напоминаем нашим слушателям, зрителям, известную сцену из «Золотого теленка» по поводу «Гувер – это голова». Помните пикейные жилеты, так сказать? Вот мы сейчас будем говорить, что Меркель – это не голова, Путин – это две головы, Эрдоган – это одна голова, ну и так далее. Вот очень бы не хотелось уподобляться пикейным жилетам, поэтому, простите мою, так сказать, неосведомленность в мировой политике. Я всегда, когда что-то происходит в мире, пытаюсь понять, а лично мне, Владимиру Букусеву, вот это что дает или не дает, как это меня напрягает, либо не напрягает и так далее. Поэтому все, что происходит в Турции, как ни странно, у меня возникло ощущение дежавю. Может быть, с учетом того, что вот скоро август, значит, и так или иначе мы будем отмечать очередную годовщину неудавшегося переворота под названием ГКЧП. И если вспомнить дрожащие ручонки Янаева, если вспомнить вот всю бессмыслицу того, что происходило тогда в августе 91-го, вы поневоле переносишь это и на то, что происходило в Турции. Ну, послушайте, разве можно говорить о серьезности переворота, да еще и военного, если при этом не отключить соцсети, если при этом не отключить либо подчинить себе телевидение, если при этом еще и бомбить парламент, то есть как бы светочь демократии, ну, в турецком варианте, да? То есть если все это не сделать, а стало быть, оттолкнуть от себя людей, а без поддержки людей, как бы они назывались, турки, русские, не знаю, там, инопланетяне, неважно, как они называются, невозможно совершить ничего серьезного, ничего, как бы, такого крупного. Поэтому все, что происходит в Турции сегодня, на мой взгляд, это некая неудачная попытка совладать с оппозицией, совладать со здравым смыслом, совладать с тем, что уходит власть из рук. Вот, на мой взгляд, что происходит с Эрдоганом, и есть в этом опять еще одно некое напоминание, такое историческое напоминание. Это 34-й год, это декабрь, это 1-е декабря, это убийство Кирова в Смольном, тогда в Ленинграде. Даже в народе немедленно возникла такая вот речевка, что ли, эх, огурчики, эх, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Вот, вроде бы, не доказано, вроде бы, так сказать, и не имел отношения Иосиф Виссарионович по документам к этому убийству. Но ведь, очевидно, потом были чудовищные репрессии. Напомню вам, что только расстрелянных было там 19 человек, по-моему, а чуть ли не 19 тысяч так называемых элементов неправильных, да, социально опасных, были высланы. И потом началась чудовищная резня под названием большой террор. Вот у меня есть ощущение, что и это дежавю, это историческое напоминание имеет отношение к тому, что происходит сегодня в Турции. Хотя бы потому, что вдруг оказались виновными во всем журналисты. Ну, как всегда, мы с вами так виноваты в том, что происходит вот в стране. И журналистов стали арестовывать, не говоря уже, так сказать, о всех остальных. Вот вся эта история говорит мне о том, что я, ну, я, что ли, печалюсь о том, что происходит в Турции. Я никогда не воспринимал Турцию как, извините, может быть, это не очень политкорректно, как некую серьезную страну. В том смысле, что с времен еще начала прошлого века я всегда слышал, что вот Первая мировая, так или иначе, в глазах простых людей, назовем их так, да, прежде всего солдат, это была война за проливы. И вот Дарданеллы, и вот Босфор, и вот эта вся история с той Турцией еще, она как бы там и осталась. Слишком много крови пролито за то, чтобы Турция перестала быть как бы таким центром кристаллизации войны, центром кристаллизации каких-то таких серьезных и опасных для России прежде всего каких-то событий. И вдруг вот случилось снова, и вдруг опять это страшное держание.